Валерий Седов 12 мая около 11.40 по московскому времени киевский режим совершил террористическую атаку по жилым кварталам Белгорода. По данным Минобороны России, русские средства ПВО уничтожили 6 ракет «Точка-У». 4 реактивных снаряда РСЗО «Вампир» и 2 реактивных снаряда РСЗО «Альха». Фрагменты одной из сбитых ракет ТРК «Точка-У» повредили жилой дом в Белгороде. Утром 13 мая губернатор Гладков сообщил, что основная часть разбора завалов жилого дома на улице Щерца завершена. Спасатели извлекли из-под завалов тела 15 человек. Еще 17 человек удалось спасти. Среди жертв атаки ВСУ есть дети. Губернатор Рязанской области Павел Малков в своем телеграм-канале сообщил, что постоянно на связи с коллегами из Белгородской области он объявил крупный сбор гуманитарной помощи для пострадавших, в том числе предметов личной гигиены и постельных принадлежностей. В ближайшее время гуманитарная помощь отправится белгородцам. Принять участие и принести гуманитарную помощь можно по следующим адресам. Региональный штаб общероссийского проекта взаимопомощи «Мы вместе» улица Затинная, дом 8, корпус 2. С понедельника по пятницу с 9 до 18 часов. И Добро – центр. Улица Липкнахта, дом 11. С понедельника по пятницу с 14 до 20 часов. Финансовую помощь пострадавшим можно направить напрямую в Белгородский фонд поддержки военнослужащих и их семей. Перечисления можно сделать в приложении банка. Также Павел Молков выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. «Белгород мы с вами», – написал он в завершении своего заявления. В незаконном возделывании конопли отборных сортов подозреваются сразу двое. Мужчина 42 лет и его 50-летняя супруга. Оба решили вырастить плантацию в домашних условиях. Их противоправную деятельность пресекли сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России по Рязанской области. Совместно с коллегами из межмуниципального отдела МВД России «Касимовский». Вот такую плантацию на 60 горшков с высокоурожайной коноплей обнаружили полицейские в одном из сельских домов. Оборудовано все было по-современному, говорят сотрудники. Растения находились в специальных боксах, их освещали лампы дневного света. Оборудовано все было системой вентиляции и теплосберегающими материалами. Под рукой у неюных натуралистов лежали удобрения, вакууматоры и литература по выращиванию каннабиса. А нашли этот дом оперативники в Касимовском районе. С целью проверки оперативной информации полицейские прибыли в отдаленное село Касимовского района и провели обследование в доме местной супружеской пары. Мужчина, уроженец одной из стран СНГ, вместе с женой ранее проживали в Москве. Но несколько лет назад поселились в этом доме, доставшемся женщине по наследству. Женщине 50, ее мужу 42. По предварительной информации, супруги вложили в оборудование такой плантации около полумиллиона рублей. А для конспирации затонировали в доме окна, занавесили их шторами и не общались с соседями. Но, как видно, не помогло. Теперь в отношении злоумышленников следователем межмуниципального отдела МВД России Касимовский возбуждены уголовные дела по статье «Незаконное изготовление и хранение наркотических средств в крупном размере группы лиц» и статье «Незаконное культивирование наркосодержащих растений группы лиц». Сообщникам грозит до 10 лет лишения свободы. Проводится расследование. В Рязани области пройдет обработка от клещей и непарного шелкопряда. Какие именно участки будут обрабатывать и на какой площади, расскажем прямо сейчас. Тендер на обработку парков и скверов от клещей опубликован на сайте госзакупок. Сумма почти миллион рублей. Работы планируют провести в лесопарке, Центральном парке культуры и отдыха, в парках имени Гагарина, имени Белякова, Польско-Советского братства, Морской славы, в Комсомольском парке, в сквере между Касимовским шоссе и улицей Тимуровцев, на территории у Черезовских прудов, Дендропарке, сквере имени Александрова. Помимо того, что подрядчик будет обязан провести обработку против клещей, ему следует обследовать территорию и после обработки. Если на обработанной территории найдут клещей, то повторные работы подрядчик проведет за свой счет. Помимо этого, обработку нужно будет выполнить при отсутствии осадков. Этот пункт тоже прописан в Тендере. Саму территорию на время работ нужно будет ограничить яркой лентой и повесить таблички. Заказчик, Дирекция благоустройства города. Работы должны выполнить с даты заключения контракта по 31 мая 2024 года. Во время прямого эфира губернатор Павел Малков рассказал, что суммарно обработают территорию в 100 гектаров. Помимо парков и скверов, работы пройдут в местах скопления жителей города. От комаров же обработают 32 водоема. Борьба с непарным шелкопрядом тоже остается актуальной, отметил глава региона. В области уже ограничили посещение лесов. Причина как раз та самая обработка, которая начнется уже с 15 мая. Закончится она 10 июня. Суммарно обработка против непарного шелкопряда будет проведена на территории больше 5,5 тысяч гектаров. В течение месяца будет запрещено посещать леса и собирать лекарственные травы и ягоды на территории Клепиковского, Криушинского, Солочинского, Спасского и Тумского лесничеств. Также на данных территориях нельзя будет пасти скот. Причину такой поздней обработки назвали в Минприроде. Дело в том, что весеннее развитие яиц непарного шелкопряда начинается при температуре выше 6 градусов тепла. Выход гусениц из яиц обычно совпадает с распусканием почек дуба. Как отметили в министерстве, максимальный эффект от применения биологического препарата достигается при обработке именно против гусениц-вредителя. Таким образом, борьба с непарным шелкопрядом будет проводиться в период распустившихся листьев на деревьях, так как биологический препарат кишечного действия. Среднесуточная оптимальная температура днем для биопестицидов от 18 до 30 градусов тепла. Обработка насаждений малоэффективна при температуре воздуха ниже 13 градусов во время дождя или обильной росы. В ведомстве назвали и источники распространения шелкопряда. Это земли лесфонда, заросшие деревьями сельхозназначения, леса на территории охраняемых природных территорий, федерального значения и военных лесничеств. Как раз на землях, которые к лесфонду не относятся, обработку от шелкопряда должны сделать собственники участков, уточнили в Минприроде. В Рязанском областном музыкальном театре репетируют новую постановку. Мюзикл «Дубровский» – это работа Кима Брейтпурга, которую показали уже во многих городах России. Для рязанского зрителя режиссером-постановщиком и балетмейстером музыкальной премьеры выступил Николай Андросов. Песня «Дубровский» История о дружбе и предательстве, о любви и разлуке, о долгии чести, возмездии и прощении. Хотя мюзикл «Дубровский» – это переработанное произведение, пронизанное танцами и песнями, темы, поднятые Александром Пушкиным, остались все теми же, что и в оригинале. А это значит, что и сама музыкальная постановка пропитана авторской идеей солнца русской поэзии. Первая любовь, первое соприкосновение с потрясениями взрослой жизни и предчувствия трагедии. Во время работы над спектаклем режиссер-постановщик и балетмейстер мюзикла Николай Андросов делал акценты на том, что сюжет Дубровского все-таки должен иметь классическое исполнение, несмотря на наличие в нем современной музыки. Мы не делали из этого экспериментальную работу, а наоборот, я даже во время репетиции часто артистам напоминаю, что придет молодежь, придет люди по пушкинской карте. Мы должны все-таки показать образцы быта, нравов той России, которая существовала в 19 веке. Поэтому у нас спектакль традиционный, но он наполнен музыкой Бритбурга. Карен Кавалерян, либретист, обработал Пушкина, так сделал его более современным. То есть язык Пушкина у нас присутствует, но либретто написано специально для спектакля. Кстати, произведение было выбрано не случайно. В этом году со дня рождения Александра Пушкина исполняется 225 лет. И по словам сотрудников театра, отметить события решили творчеством великого русского писателя и поэта. Мюзикл Дубровский Кима Бритбурга уже ставили и в других театрах нашей страны. В Рязани постановка станет премьерной и достаточно смелой. Ведь на одной сцене здесь соседствуют хард-рок, марш и айр-н-би, романсы и поп-музыка. Собственно, благодаря этой постоянной смене жанров, зрители чувствуют эволюцию главных героев от начала до самого конца, считают сами артисты. Перечитала, можно сказать, произведение. И сейчас мы тоже работаем над определенными нюансами, движениями, какие могли быть в то время, а какие не могли. Поэтому стараемся все выверять сейчас с режиссером. Если мы будем брать партии главной героини, то в первом отделении спектакля Маша поет романс. Он очень искренний и чистый. И это прямо происходит в начале спектакля. То есть режиссер и композитор для нас рисуют сразу образ героини. Это очень такой прекрасный, наивный роман с девушкой, которая чувствует себя, как Наташа Ростова. Именно так нам объяснял Николай Николаевич Андросов, что она именно такая. И она несколько романтизирует свои чувства. Она на самом деле не знает, к чему они приведут. Несмотря на следование традициям оригинального текста, у мюзикла Кима Брейдбурга и романа Пушкина все-таки есть существенное отличие. В оригинале Александр Сергеевич Пушкин оставил финал открытым, не дописав концовки. В мюзикле же зрителя ждет вполне законченная история. Важная сцена спектакля моего персонажа является то, что когда он приходит к Троекурову свататься с Машей, решается, собирается духом. Все-таки он князь и делает свой выбор на Маше. О том, как развернется известная многим история, зрители смогут узнать уже в начале июня. А пока артистам еще предстоит немало репетиций, чтобы премьера точно впечатлила даже самого искушенного зрителя. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Красной Горкой в народе называют первое воскресенье после Пасхи. Дата этого праздника зависит от дня празднования Воскресения Христова. Пасху отмечали 5 мая, Красную Горку – 12-го. В этот день прошел традиционный седьмой пасхальный фестиваль «Красная Горка» в Пасском районе. Выставка подделок рисунков, мастер-классы по плетению кружев на коклюшках, вышиванию, благотворительная ярмарка – все это только часть традиционного седьмого пасхального фестиваля «Красная Горка», который традиционно проходит в Спасском районе. «Красная Горка» – она не просто так вот «Красная Горка» называется. Не надо путать с языческими праздниками. На самом деле вот эти два слова – «красная» и «горка». «Красная» – значит «красивая». А «горка» – это мы с вами всегда стремимся к горе, как выше, выше и выше. Все наше стремление туда, в небо. Поэтому мы веруем в единого Бога, который дал нам жизнь вечную. Мало того, вот как мы недавно праздновали праздник Победы над врагом, так вот сейчас мы больше того празднуем Победу над смертью. Жизнь победила смертью. Впервые о возрождении фестиваля заговорили шесть лет назад. Приоритетом были церковные традиции. И так праздник стал народным торжеством весны и любви. В этом году приоритеты фестиваля – образование, просветительство и благотворительность. Благотворительное направление представлено в этом году у нас совместным проектом Рязанской епархии и благотворительного фонда «Рязанский фонд помощи детям» – «Ярмарка спасения». И совершенно замечательно, что в этом году к нам подсоединился и присоединился удивительный партнер, который благотворительно предоставляет всю подарочную продукцию для участников семинара. В церковных же традициях Красную Горку называют антипасхой. При этом анти употребляется скорее в значении «вместо», то есть антипасха по сути обозначает «подобные пасхи». Другое название Красной Горки – Фомино Воскресение. В этот день в воскресший Христос пришел к апостолу Фоме. Тот не верил в воскресение учителя. Потому Иисус и позволил ученику прикоснуться к своим ранам. Отсюда, кстати, и пошло выражение Фома неверующей. В народе же Красная Горка – праздник любви и плодородия. Потому традиции этого дня – сватовство и женитьба. Проблема стоит в том, чтобы изменить сознание. Ни много, ни мало. Но прежде чем приступать к этой работе, даже к году семьи, что-то реализовывать, вот именно важна работа над ошибками. Исследование того опыта, который был. Что-то поменять. И не повторять этих ошибок. В народе говорят, не наступать два раза на одни и те же грабли. На фестивале прошел форум «Вера, образование, культура». Здесь обсудили возрождение семейных традиций и укрепление института семьи. В целом программа была насыщенной. Выставка поделок и рисунков, мастер-классы по плетению кружев и так далее. Затем концерт детской студии Рязанского народного хора. В завершающий день фестиваля прошла божественная литургия в Вознесенском храме Спаска. Народные гуляния, концерт с выступлением вокального ансамбля Рязанской епархии и традиционные посиделки. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин